Итак, вы решительно настроились на занятия дайвингом. Первым естественным вопросом станет подбор необходимой экипировки. Профессионалы всю жизнь улучшают свое снаряжение. Новичку первое, что нужно знать. Оборудование условно делится на две группы. Первая — это основной набор и гидрокостюм для дайвинга. Элементы жизнеобеспечения. Подводный компьютер, регулятор, компенсатор и многие полезные аксессуары для дайвинга помогут ориентироваться и предотвращать проблемы в воде. Рассмотрим основные элементы. Маска для дайвинга создает воздушный слой между глазами и водной средой. Благодаря этому вы можете видеть под водой бессильного искажения. Наши глаза так устроены, им необходима прослойка воздуха. Маска выполняет еще одну важную функцию — выравнивает давление в подмасочном пространстве. Для этого в любой модели есть специальный нос. Самое главное — маска должна хорошо прилегать к лицу и не протекать. Трубка в первую очередь должна быть удобной. Если вы планируете плавать без использования баллонов и регулятора, то подойдет самая простая. Обратите внимание на загубник. Его задача — не пропускать воду в рот во время дыхания. Следует выбирать баланс комфорта и сухости дыхания. И, конечно, трубка должна быть крепкой. Повреждение сразу же вынудит прекратить плавание. Плотность воды превышает плотность воздуха в 800 раз. Для эффективного плавания вам понадобятся ласты для дайвинга. Главными параметрами тут является жесткость и размер. Новичкам будут удобны небольшие мягкие экземпляры. А вот профи могут легко использовать самые большие и жесткие ласты. Вода способна забрать тепло вашего тела в 25 раз быстрее воздуха. Поэтому гидрокостюм для дайвинга выбирается четко под условия погружения. Материал изготовления прямо влияет на свойства гидрокостюма. Обычно они производятся из спандекса – очень тонкой синтетической эластичной ткани. Более плотные делаются из вспененной резины. Есть костюмы с прослойкой из овечьей шкуры. Их используют в самых холодных водах. Самое главное – костюм не должен сковывать движения, но при этом плотно облегать. Регулятор давления акваланга снижает давление воздуха в баллонах до обычного. Он состоит из двух ступеней. Через первую водолаз дышит, а вторая крепится к баллону с воздухом. Для того, чтобы правильно выбрать себе регулятор акваланга, оцените его удобство. Подержите загубник во рту. Он должен размещаться максимально удобно, не мешать быть легким. Компенсатор плавучести акваланга – пожалуй, самая сложная и ответственная часть снаряжения дайвера. Компенсатор удерживает ныряльщика на плаву, создает нейтральную плавучесть и помогает носить баллоны. Всегда надувайте компенсатор акваланга до того момента, пока выпускные клапаны не откроются. Внимательно осмотрите все клапаны, ремни, карманы и ручки настроек. Проверьте, легко ли до них дотянуться и использовать. Подводные компьютеры ведут учет параметров состояния ныряльщика. Они сообщают, когда нужно всплыть, какое время можно находиться под водой, каково давление в баллонах акваланга. Записывают процесс погружения. Сейчас компьютеры для подводного плавания представляют собой очень высокотехнологичное и компактное устройство, хотя многие дайверы и не любят ими пользоваться. Они считают, что это отвлекает их от подводных наблюдений. Баллон для подводных погружений – это специальное устройство, которое позволяет подводному ныряльщику дышать под водой. Несмотря на малый объем, такой баллон позволяет дышать более одного часа. Выбор зависит от массы тела самого дайвера, глубины погружения и времени его нахождения под водой. Баллоны для дайвинга изготавливаются из разных сплавов металлов и подбираются индивидуально. Все это, на первый взгляд, сложно. Чтобы разобраться, требуется время и внимание. Но стоит один раз соприкоснуться с красотой и загадкой подводного мира, чтобы понять – это время не было потрачено даром. Субтитры создавал DimaTorzok